Они готовы поехать просто так в Турцию, они готовы поехать в любой другой регион, в другие города, ради веселья, ради путешествия, лишь бы эти места увидеть. Человек, который расходует на благое, отдает садак, а всегда поддерживает ту работу, которая ведется на пути Всевышнего Аллаха, ангелы делают дуа, чтобы Всевышний Аллах дал ему еще имущество. А другой ангел говорит, о Аллах, дай тому человеку, который удерживает у себя имущество, гибель говорит, порчу этого имущества. Если ему сказать, чтобы он поддержал какую-либо акцию, пожертвовал ради оказания помощи беднякам, он это с таким трудом может отдаст. С такой силой это имущество покинет его карман. Уважаемые братья, уважаемые сестры, гости Всевышнего Аллаха, ассаляму алейкум, арахматуллахи ва баракату. Имам Азали, арахматуллах, он в своей книге говорит, когда у человека отсутствует имущество, у которого нет много денег, его состояние должно быть довольным тем, что он имеет. То есть состояние человека, который небогат, у него должно быть качество, говорит, аль-канаа, то есть довольство тем, чем Всевышний Аллах наделил его. Если у человека есть имущество, говорит, есть у него заработок, есть у него стабильный доход, который ему достаточен, его состояние должно быть, говорит, предпочтение других людей, то есть не удерживать деньги, а переживать за других людей тоже. У него должно быть качество, у него должно быть качество, состояние стремления совершить что-либо благое и отдаление от скупости и жадности. То есть если человек имеет определенную долю мирского богатства, имам Азали, арахматуллах, говорит, он должен оставить качество как жадность, он не должен быть скупым. И вот это качество ас-сахау, шедрость, это, говорится, одно из отличительных качеств всех пророков, алейхимуссалям. И имам Азали, арахматуллах, называет это качество ас-салун мин ус-салин-наджад. То есть качество шедрости му'мина верующего человека, это, говорит, основа из основ его спасения. То есть одно из лучших качеств, которое спасет человек и на этом свете, и на том свете. Всевышний Аллах в Коране говорит в суре Аль-Баqara о тех людях, которые расходуют имущество. Те люди, которые расходуют свои имущества на пути Всевышнего Аллаха, их расход подобен, говорит, к амазали хаббатин, подобно тому зернышку, который человек посадил, амбатат саб'асанабила, из которого уже прорастает семь колоссев. И в каждом колоссе, говорит, по сто зернышек. Всевышний Аллах приумножает имущество, кому пожелает. Аллах богатый, сколько бы Он нам ни дорвал, Его имущество не уменьшается. Аллах щедрый, и Он знает намерения каждого человека, который расходует. С каким намерением Он отдает, для чего отдает, и какую награду Он заслуживает. То есть Всевышний Аллах нам говорит, если мы совершили хорошее деяние одно, оно увеличивается, как зернышко, на котором появляется колоссия, на колоссиях еще зернышко, то есть от этого нам будет огромная польза. Когда у Хасану-Аль-Бастри, Рахима-Хула, спросили, у него спрашивают, что такое, говорит, щедрость? Он отвечает, «Антаджуда бималика филляхи аззаваджалла». Щедрость – это чтобы ты был щедрым, чтобы расходовал свои умышленности, чтобы проявлял щедрость относительно окружающих людей ради Всевышнего Аллаха. У Ахнафа бин Кайса, когда спросили, точнее он увидел одного человека, у которого на руках были деньги, он спрашивает, «Чие эти деньги?» тот человек отвечает, «Это мои деньги». Ахнаф бин Кайса, радуя Аллаху ану, говорит, «Эти деньги, говорит, твоими не станут, пока они не покинут твою руку». То есть, когда ты отдашь, направишь их в благое русло, потратишь их на что-либо благое, эти деньги, говорит, тогда станут твоими. Пророк, алейхи салату ассалам, говорил в хадисе, который передается от Ибн Масуда, радуя Аллаху ану, достоверный хадис посланника Аллаха, он спрашивает у своих сподвижников и говорит, «Кто из вас, говорит, больше любит имущество своих наследников, нежели свое имущество?» И тогда, говорит, «Я, Расул Аллахи, поистине среди нас, говорит, нет таких людей, которые больше любили бы чужое имущество, чем свое имущество. Мы, говорит, свое имущество больше любим, чем имущество наших наследников». Тогда Пророк, алейхи салату ассалам, говорит, «Фа инна ма ла ху ма каддама, ва ма лу ва рифи ма аххара, говорит». Поистине, его имущество, то есть наше имущество, это то, что мы, говорит, вперед отправили, то, что мы уже потратили на пути Всевышнего Аллаха, то, что мы отдали садака, то, что мы направили в мечеть, направили беднякам, то, что мы отправили уже в Ахират, это, говорит, наше имущество. А имущество наших наследников, это то, что мы оставляем после нас. И неизвестно, в чьи руки они попадут, в каком направлении будут израсходованы. Поэтому Умар Абдул-Азиз, когда умирал, он после себя ничего не оставил. И говорил, «Если мои дети будут благородными, если мои наследники, они будут достойными Всевышнего Аллаха, их без пропитания не оставят. А если я оставлю много имущества, и они будут неблагородными, неблагодарными, невоспитанными, это имущество их погубит, говорит». Поэтому религия ислам, уважаемые братья и сестры, нас всегда побуждает, что мы расходовали имущество искренне ради Всевышнего Аллаха и результат вознаграждения, чтобы нас ожидало после нашей смерти. Пророк А.С. говорит, нет, говорит, ни одного дня, когда бы мусульманин, раб Аллаха не просыпался, каждый день спускается, говорит, на эту землю два ангела. И один из ангелов говорит, «Аллахумма аад имунфикан халафан». «О Аллах, дай, говорит, тому человеку, который расходует свое имущество, взамен этого другой». То есть человек, который расходует на благое, отдаёт садака, всегда поддерживает ту работу, которая ведется на пути Всевышнего Аллаха, ангелы делают дуа, чтобы Всевышний Аллах дал ему еще имущество. А другой ангел говорит, «О Аллах, дай тому человеку, который удерживает у себя имущество, гибель, говорит, порчу этого имущества». То есть человек, который максимально пытается собрать, удержать у себя имущество, для таких людей Всевышний Аллах отправил ангелов, ангелы делают дуа, чтобы они у него не оставались. Они будут либо тратиться на харам, либо на безделие, либо на бесполезные какие-то дела, но не на пути Всевышнего Аллаха. Как сегодня многие, они готовы потратить деньги на разные путешествия. Они готовы поехать просто так в Турцию. Они готовы поехать в любой другой регион, в другие города, ради веселья, ради путешествия, лишь бы эти места увидеть. То есть для развлечения. Есть люди, которые готовы потратить огромную сумму на запретные дела, на спиртные, на развлечения, на запретные разговоры и так далее. Но не только на пути Всевышнего Аллаха. Если ему сказать, чтобы он поддержал какую-либо акцию, пожертвовал ради оказания помощи беднякам, он это с таким трудом может отдаст. С такой силой это имущество покинет его карман. Но когда дело касается наслаждения своего навса, некоторые, к большому сожалению, готовы его отдать. Для таких людей ангелы просят дуа, чтобы это имущество портилось. Для тех людей, которые искренне, с чистой душой отдают, помогают, поддерживают, для таких людей ангелы просят Всевышнего Аллаха, чтобы он их не оставил и отдал им замен еще больше имущества. Поэтому, говорят, уважаемые братья, имущество, говорит, оно бывает для тебя. То есть, имущество в пользу тебя, когда ты его расходуешь. А когда ты удерживаешь имущество, то ты, говорит, для имущества. Ты служишь для имущества, ты работаешь для имущества. Но не наоборот. Для этой щедрости, уважаемые братья, для нас оставили достойный пример наши праведные предшественники. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту имущество, оно будет искать нас, если мы будем его направлять в правильное русло. Умм-Мухаммад рассказывает, эта женщина, которая была служанкой у Айчи, радуя Аллаху анха, Айша, это дочь Абу-Бакра, это жена посланника Аллаха, салли Аллаху алейху саллим, она рассказывает, что Муавия один день отправляет огромное количество имущества 180 тысяч дирхаму отправляет к Айше. Айша берет поднос и начинает его раздавать всем людям. Наступает вечер, Айша своей служанке говорит, она зовет ее к себе, служанка приходит, приносит ей хлеб, хлеб и масло, и служанка говорит, о Айша, ты не могла ли из всего этого имущества 180 тысяч динаров дирхаму было, из этого не могла ли ты один дирхам выделить для того, чтобы нам купить мясо, и что мы этим могли разговаривать, что мы вечером могли с этим поесть. Айша говорит, если бы ты мне напомнила бы это говорить, то я купила бы говорить. Обратите внимание, уважаемые братья и сестры, Айша получил столько имущества, обычно мы как бы подумали, мы подумали бы, что сделать для себя, а потом оставшуюся какую-то сумму выделить на благотворительность. Но Айша, она не стала о себе думать, она в первую очередь подумала о людях, раздала все свое имущество, забыла даже, что у нее на вечер, что у нее дома, чем она будет питаться, обо всем забыла, и потом говорит слуга, если бы ты мне хоть напомнила об этом, я бы купила мясо для нас. И откуда этот пример берет, откуда эта благодать Айша, ради Аллаху конечно же от своего отца Абу-Бакра, который в свое время на пути Всевышнего Аллаха отдал все свое имущество. Когда пророк объявил о сборе имущества на пути Всевышнего Аллаха для сражения, для войн и так далее, сподвижник Абу-Бакр он принес 40 тысяч 40 тысяч динаров явно и 40 тысяч динаров тайно. То есть при людях он отдал 40 тысяч динаров и тайно, где никто его не видит и никто не знает, отдал пророку 40 тысяч динаров. Не оставив у себя ничего, даже из одежды, оставаясь дома практически без ни одной одежды, все отдал на пути Всевышнего Аллаха. И когда пророк спросил Абу-Бакр что ты оставил для себя, он говорит я оставил для себя Всевышнего Аллаха и его пророка говорит. Он даже последнюю свою одежду отдал на пути Всевышнего Аллаха. Опечален этим пророк алейхи саляту ассалям, когда об этом узнал пророк алейхи саляту ассалям, что посланник Аллаха, что Абу-Бакр три дня уже не выходит из дома из-за того, что ему нечего одеть, он обращается к сподвижникам, ищет у них что-либо отдать пророку Абу-Бакру алейхи саляту ану. Он у сподвижников ничего не находит. Он обращается к своей супруге, точнее своей дочери супруга Али-Асхаба. У нее спрашивают, нет ли у нее что-либо одеть для мужчины, что пророк алейхи саляту ассалям мог бы отдать Абу-Бакру. А у Фатимы алейхи саляту ассалям, дома тоже практически ничего не бывало, когда она выходила даже замуж, пророк алейхи саляту ассалям позвал пятерых сподвижников, попросил ее имущество отвезти в дом мужа. Там было несколько вещей. Это ее мельничный камень, эта подушка, эта тарелка, коврик, это ее пару посуд, там финик, косточки, которые она воспаляла Всевышнего Аллаха, больше ничего не было у нее. А печальный пророк алейхи саляту ассалям возвращается обратно от Фатимы и Фатима радия Аллаху заметил печаль своего отца, у него дома была как халат из грубой шерсти, который ей отдал ее отец пророку алейхи саляту ассалям, когда она выходила замуж. Она отправляет свою служанку, чтобы она отнесла ее к Абу Бакру и довольный им Аллах. Она приходит к нему с окна отдает пророку Абу Бакру этот халат. Абу Бакр, одевая этот халат, выходит на улицу, застегнув вместо пуговиц, у него было, говорит, финиковые ветки были у него. То есть нечем было даже вот закрепить свой халат вот этими ветками. Он как-то его зацепил и уходит к пророку алейхи саляту ассалям, так как он его три дня уже не видел. Когда посланник Аллаха ушел уже на встречу с Абу Бакром, спускается ангел Джибриля алейхи саляту алейхи саляту ассалям в необычной одежде босиком без головного убора и в каком-то халате. Пророк алейхи саляту ассалям говорит, о Джибриль, ты сегодня, у тебя сегодня, говорит, необычный вид. Тогда Джибриль говорит, о посланник Аллаха, ты видишь, говорит, меня одного, сегодня, говорит, все ангелы на небесах одеты, говорит, именно в этот халат, в который одет Абу Бакр, да будет давать им Аллах. Ты скажи, говорит, передай Абу Бакру, скажи, что Всевышний Аллах им доволен, доволен ли Абу Бакр Всевышним Аллахом. Тогда пророк алейхи саляту ассалям рассказывает Абу Бакру эту историю, Абу Бакр говорит, о Всевышний Аллах, плача, обращаясь ко Всевышним Аллах, он говорит, о Всевышний Аллах, я тобой доволен, несколько раз повторять, и ты будешь говорить мною доволен. Представьте теперь эту картину, чтобы ангелы оделись в то одеяние, в которое оделся Абу Бакр, да будет давать им Аллах. Что послужило этому причиной? Причиной было то, что пророк Абу Бакр отдал пророку алейхи саляту ассалям все свое имущество, не оставляя у себя ни одной монеты. Также есть, уважаемые братья и сестры, история имама Шафи'и рахимахуллах, имам, чье имя мы постоянно на лекциях говорим, тот имам Азхаба, за которым мы следуем, когда он умирал, когда находился в предсмертной болезни, он говорит людям, которые были рядом, вы скажите, говорит, некому человеку, чтобы он омыл меня после смерти. Эти люди после смерти имама Шафи'и рахимахуллах передают ему человеку и говорят, вот имам вот так передал. Он попросил, чтобы ты омыл его. Он приходит к нему и говорит, покажите, говорит, мне книжку, где вел запись имама Шафи'и, рахимахуллах. Они дают ему книжку, он смотрит туда и видит долги. Там было 70 тысяч дирхамов, то есть долги имама Шафи'и. И тот человек, говорит, возместил все долги имама Шафи'и, которые были записаны на этой книжке. И говорит, именно вот это омытие имел в виду имам Шафи'и. То есть под словами, пускай тот человек омыл меня после моей смерти, он имел в виду, чтобы я возместил, говорит, его долги. Проходит время, человек, дальше продолжает история, человек по имени Абу Саид говорит, когда я был в Басре, я попросил людей сказать мне, где живет этот человек, который возместил все его долги. Мне указали, говорит, его адрес, я отправился по этому адресу и вижу, говорит, один джамаат из его потомков. То есть это его дети, его правнуки и так далее. И я видел, говорит, на их лицах признаки добра. Я видел, говорит, в них какую-то отличительную черту превосходства. То есть они были удивительные люди, говорит, приятные люди. На их внешности, говорит, выявлялся вот эта благодать. Я понял, говорит, что это благодать того человека, который возместил долги имама Шафии. Из-за того, что он потратил на пути Всевышнего Аллаха, долги имама Шафии, тоже мы понимаем, они были не ради своей одежды, не ради своего нафса, не ради своих условий. Эти долги были скоплены ради удовольствия Всевышнего Аллаха, на пути Всевышнего Аллаха. И благодать того человека перешла к его наследникам, последующему поколению. И к этому этот человек приводит как довод айд из Священного Курана и суры Кафф. Бисмилляю рахману рахим. Вакана Абу Хума Салиха. Их отец был, говорит, хорошим. Это связано, уважаемые братья и сестры, с историей Муса и Хизри алейхимасалам. Когда Хизри находился с Мусой и Муса точнее Хизри алейхимасалам увидел стену, которая вот-вот готова обрушиться, Хизри восстановил его. А Муса не понимал, для чего он восстанавливает ту стену, которая вот-вот может развалиться. Тогда Хизри алейхимасалам говорит, это место принадлежит двум сиротам и в этом месте находится клад. Всевышний Аллах хочет, говорит, чтобы эта территория сохранилась для этих детей, для этих сирот. Их отец был, говорит, хорошим. То есть благодать родителей, поступки родителей, наша доброта, наша садака, за это мы получаем награду не только для себя, выгоду получаем не только мы. Эта благодать уважаемых братья и сестры переходит на наших детей. Они становятся такими же хорошими. Эта благодать переходит на наших внуков. Всевышний Аллах поможет им стать на путь истины, чтобы они не заблудились, чтобы они следовали нашему пути. И напоследок еще расскажу такую историю. Имам Азали рахиму Аллах приводит его в своей книге Ихай у Улюмудин. Один человек приходит к своему другу за помощью, стучится к нему в дверь и говорит, что у него есть долг 400 дирхамов. Тот его друг, к которому он обратился, он посчитал все деньги, собрал имущество 400 дирхамов, то, что ему нужно было, отдает своему другу и отправляет его, закрывает дверь, он сильно плачет. Тогда жена говорит, ты плачешь из-за того, что тебе сложно расстаться с этим имуществом. Он говорит, поистине, мне тяжело, говорит, поистине, я плачу из-за того, что я не интересовался состоянием своего друга. Я не спрашивал, каково у него положение. Он голодный, у него денег нет, может ему нечем питаться ему, нечего одеть ему. Я этим не интересовался, говорит. и он был вынужден обратиться ко мне. Из-за того, что я своего друга оставил в таком положении, из-за этого я плачу. Это для нас тоже, уважаемые братья и сестры, огромный пример. Есть очень много людей, нуждающихся рядом с нами. Это бедные люди, это мискины, это факиры. Есть много работ, которых нуждается в нашей поддержке. но мы остаемся на стороне, мы не обращаем внимания и думаем, кто-то другой это сделает. Сколько соседей, которые нуждаются. Вот даже из-за таких проступков, из-за таких упущений, даже те люди, в чьих сердцах иман достиг высокого уровня, они плакали. Но сегодня мы бываем даже сколько бы не просили, сколько бы даже не объявляли, даже все показывают. Сколько есть возможностей, но мы внимания не обращаем, думаем, что имущество это от нас, оно у нас же останется, но втайне за нас делают дуа ангелов Всевышнего Аллаха, кто удерживает, за них делают дуа, чтобы это имущество не оставалось, те, кто отдают, за них ангелы делают дуа, чтобы это имущество еще умножалось у него. Просим Всевышнего Аллаха шедрости для наших сердец, чтобы Аллах увеличил наши риски и этим риском, чтобы мы делились с другими, поддерживали родственников, близких, нуждающихся людей. Пусть Аллах этот мочилий сделает баракатным, полезным для всех нас. Пусть Аллах примет. Саляму алейкум и рахматуллах баракат саляму. Продолжение следует...